Здравствуйте! С вами Ломонос Петр. В сегодняшнем ролике мы с вами поговорим о том, как правильно выращивать рассаду огурцов. Вот если вы не занимались этим вопросом, почему надо уделить внимание рассаде огурцов? Ну, во-первых, выращивая огурцы рассадой, можно как бы получать два урожая с одной площади. Вы пока на подоконнике выращиваете рассаду, на этих огуречных градках до этой поры у вас могут вырасти зеленые культуры, могут вырасти редиска или подращиваться какая-то другая рассада, тоже капусты, ну или других культур, которые являются хорошими предшественниками для огурца. Далее, за счет выращивания рассады мы, значит, экономим семена. Почему? Потому что мы семена будем проращивать, а раз проращивать семена, значит, у нас пойдут вещеваться только то, что зашло. Уже стопроцентная гарантия скорости наших семян. Ну и вот их семян расходятся гораздо-гараздо меньше, всходы получаются, конечно, более дружные, потому что семена выращиваются в более благоприятных условиях. Неважно, будь то в комнате, будь то в парнике, стоя более благоприятные и наши огурчики будут развиваться гораздо-гараздо лучше. Они имеют быстрый рост и, соответственно, дают более ранний урожай. Несмотря на то, что вы будете огурцы, например, высаживать где-то в конце мая, тем не менее уже к концу июня вы начнете собирать урожай. То есть намного раньше, тех посевов, которые были сделаны в открытом грунте. В чем заключается технология выращивания огуречной рассады? Самое простое, что значит берем обыкновенные семена, берем баночку и заливаем водой. Значит, вода должна накрывать наши семена, только-только закрывать поверхность. Ни в коем случае не наливайте полную банку, стаканчик воды, чтобы семена утонули просто. А им необходим кислород, им необходимо дышать. Поэтому меньше воды покрыли, за ночь они набухли. Набухшие огурцы мы потом берем. Сейчас, как бы, очень много популярных есть роликов и многие смотрят, используются ватные диски для прорашивания семян. Ну, я с опыта посмотрел, что все-таки ватный диск очень мягкий и семена огурцов очень прочно растают в этот диск. Потом, когда их приходится извлекать, они сильно травмируются и отрываются коры, и, соответственно, ваш огурчик становится неспособным. Поэтому сейчас для прорашивания огурцов я просто беру или кусок любого материала или марлю. Материалы самые такие простые и доступные. Эти семена уже после того, как они набухли, ложим на эту марлю для прорашивания. Значит, обращаю внимание на такой нюанс. Значит, как бы споры о том уже, стоит ли прорашивать окрашенные семена, то есть обработанные, которые могут быть и красные, обработанные фунгицидами, и желтыми, и зеленым. Сейчас доказано, что такие семена также можно замачивать и прорашивать в дальнейшем. Поэтому уже забудьте эти старые такие, ну, как бы, догмы, что вроде бы те семена, которые обработаны, замачивать нельзя. Можно замачивать. Ну, а технология дальше будет очень простая. Значит, самое главное, чтобы эта марля была влажная, но не сырая. Как делается? Сморчили тот материал, который будет служить семена, и рукой отжали. Отжали, чувствуя, что он уже как бы, ну, сырой, влажный, но он уже не мокрый. Вода больше не капает. Закручиваем, скрутили, вот, вложим полиэтиленовый пакет. Можем, чтобы не травмировать, да, вот тот же самый стаканчик, где мы их держали, или в ту же баночку. Положили семена и пакет. Положили пакет, в пакет мы их вставили эту емкость, завязали пакет, берем обычно с запасом, вот так завязали, все делается очень просто, завязали, и вот так бачком ложим на батарею. Центральная батарея, пожалуй, есть во всех. Если нет батареи, то у вас есть печка. Вы знаете, где тепло на печке. Вы ложите, через два дня ваши огурцы все дружно-дружно наклюнутся. А раз они начали наклюваться, значит все, их пора высевать. Высевать, значит тоже. Как бы есть много технологий, я только посмотрел и в интернете, и по телевизору, но я вот с опыта пришел к такому выводу, что самое хорошее такие вот полистироловые стаканчики. Почему этот стаканчик очень хороший? Он как бы теплый, он теплый, и огурцы прекрасно развиваются. Гораздо лучше, чем полиэтиленовых, пластмассовых, вот этих полистироловых. Это раз. И вот на этих стаканчиках очень хорошо можно напишется. Вот видите, ручка, сразу можно подписать название сорта. Поэтому не надо каких-то дополнительных этикеток, подписали, и у вас стаканчик будет точным. Следующее, на что не необходимо обратить внимание на нюанс при выращивании рассады огурцов. Это почвогрунт. Почвогрунт, которым будем заполнять стаканчики, должен быть рыхлый. В тяжелой земле ваши огурцы будут развиваться очень плохо. Поэтому мы делаем рыхлый почвогрунт. Можно использовать и торфяные брикеты размачивать. Именно в эти брикеты высаживаем наши семянышки огурцов. Сразу, поскольку они у нас проклюнулись, значит у нас живые. В каждый стаканчик садим по одному пророщенному семянышку. Глубоко не заделываем. Почему? Потому что глубина заделки где-то один сантиметр, не больше. Больше нам не надо. Наши огурцы уже проросшие. Чем больше слой земли, тем труднее будет пробиваться на поверхность. Проходит еще буквально три дня и уже наши огурцы начинают сходить. Так что смотрите какой у нас смысл. За два дня с половиной у нас идет на пророщивание огурцов и три дня мы получаем сходы. То есть за неделю мы получаем, весь процесс у нас проходит от посева, как бы от подготовки к посеву и по улучшению сходов. Огурцы сходят очень быстро. Условия благоприятные, они растут в этих стаканчиках. Потом конечно не представляют труда с этих стаканчиков высадить наши огурцы то ли в парник, то ли на улицу, когда будут условия. Так что возьмите на вооружение и постарайтесь сделать как бы огуречную рассаду. Если у вас, например, нет места на подоконнике, там что-то, ну бывает же такое мало, так вы не делайте десять, не делайте двадцать, сделайте хотя бы четыре-пять таких вот ну рассадных стаканчика. Потому что эти огурцы вам дают по сравнению с теми же посевами в ответом грунте почти на месяц раньше урожай. Поэтому пока будет основной урожай, который будет идти на закатки у вас, на заготовки различные, значит вы уже в этих стаканчиках будете кушать свежие огурцы. Четыре-пять растений огурца вполне обеспечат даже вашу немалую семью свежим урожаем. Так что воспользуйтесь методом, знайте, что все в ваших руках, этот процесс очень легкий, доступный. Смотрите наш YouTube-канал, пишите свои пожелания. До свидания.